...презентации моего выступления на вебинаре. Дело в том, что многие из вас спрашивали, а где взять информацию из слайда, когда будет тренинг по нашей суперновинке по системе ухода за волосами Reveal. Ну и я пообещала, что сегодня именно этим я и займусь, то есть предоставлю вам тренинг по свежим впечатлениям и по горячим следам. Так что, дорогие друзья, начнем сегодняшнюю тему. Вот она, Reveal Advanced Hair Care System, то есть как раз продление молодости волос. Очень отрадно знать, что в нашей системе продления молодости ЕС, я бы хотела сказать, даже в нашей семье продуктов GNS появился еще один член семьи, который поддерживает вот этот стиль жизни GNS. Позвольте мне сформулировать его для себя, то есть наш стиль жизни – это заботиться о себе на самом современном уровне, о каждой клеточке вашего тела, от нейронов мозга и до кончиков ногтей и волос. Если раньше мы с вами говорили, что забота о волосах – это прежде всего забота изнутри, давайте я верну на минутку этот слайд, то есть чтобы вы понимали, невозможно говорить о красоте волос, когда у нас есть непорядок на уровне организма в целом. То есть мы заботились о волосах и когда использовали MPM, и когда использовали Reserve Infinity, и когда уравновешивали свой обмен веществ и нормализовывали питание с помощью ZEN, и когда использовали Naara, безусловно, она тоже улучшает рост волос и укрепляет их структуру. То теперь у нас есть возможность заботиться о волосах и снаружи, так же, как мы теперь привыкли уже ухаживать за своей кожей изнутри и снаружи, да, поэтому для тех, кому не повезло, я считаю, погрузиться в эту живую атмосферу конвенции, я, кстати, получала, друзья, от многих из вас сообщения в Facebook, Instagram с одним восклицанием, о боже, как жаль, что я не попала или не попала туда, как у вас там здорово, я думаю, в следующем году вы исправите эту ошибку, но для тех, кто не очутился в этой атмосфере вживую, представляю вам передовую систему ухода за волосами Reveal, которая состоит из трех компонентов, из шампуня, из кондиционера, который не нуждается в смывании, и из сыворотки для кожи головы, именно волосистой части. И очень часто, вы знаете, даже не зная, какой будет слоган у системы по уходу за волосами Reveal, я часто касательно других наших продуктов говорила, что в них не нужно верить, знаете, как говорят, надо верить в свой продукт, но для меня, как для врача, знаете, это чем-то таким попахивает фанатизмом, я всегда говорила, верить не нужно, у нас нет церковь, свечки ставить не надо, это научная основа. Вот и здесь у этой системы по уходу за волосами совершенно официальный слоган, это не волшебство, это наука. Так что позвольте на пять минут станем специалистами-трихологами, то есть теми специалистами, которые многое знают о здоровье волос, и разберем эту тему. Как вы, наверное, заметили в течение своей жизни, каждый день вы обнаруживаете несколько упавших волосков, если их всех собрать и посчитать, окажется, что в день мы с вами теряем 30-40 волос, ну а у некоторых, и в связи с разными обстоятельствами жизненными, это число может и доходить иногда и до 200-300, и в принципе, конечно, нормально, когда их все-таки падает меньше, Ну, это объективный процесс. Если посмотреть на жизненный цикл наших волос, у него есть несколько фаз, вот видите, здесь такой круговорот, волос начинает развиваться в волосяном фолликуле, вот это волосяная луковица, ее еще называют, там есть зачаток волоса, и когда он начинает расти, он выталкивает старый волос, волос упал. То есть, когда волосы падают, если вы молодые, здоровые, с вами все окей, это значит, что следующий волосок начал расти и вытолкнул старый, и тут печалиться нечего, надо радоваться тому, что упал вот волос. Ну, хуже, когда старые волосы выпали, а новые не появились, да? Ну, в нормальных условиях вот новый волос вырастает, он появляется, фаза роста волос, она самая такая длительная, потом проходит некая переходная фаза, далее фаза покоя, волосяная луковица думает о том, что же ей делать дальше, и старые волосы выпадают из фолликулы, и опять начинают расти новые, вот так вот по кругу. Так что, в принципе, цикл такой незамысловатый, особой науки глубокой в этом нет, но, соответственно, надо понимать, почему иногда с волосами происходит некая беда. Опять-таки, вот видите, здесь такие две розовые полосочки, это сосудики, которые походят к волосяному фолликулу. Значит, мы с вами понимаем, что для того, чтобы волосы хорошо росли, им нужно хорошее кровоснабжение и питание. То есть, организм, повторюсь, должен быть здоров, не должно быть проблем с сосудистым руслом, не должно быть проблем с содержанием витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, белков, жиров и углеводов. То есть, все должно работать как часы. Ну и тогда у нас получается все как надо. 90% времени происходит стадия роста, а 10% на стадию выпадения волоса. То есть, вот катаген – это переходная фаза, этилоген – выпадение волоса. Жизненный цикл одного фолликула может повторяться 25-30 раз. То есть, вот эта луковичка способна нам выдать новый волосок от 25 до 30 раз. Ну и теперь незамысловатый математический расчет, дорогие друзья. Думаю, вам будет интересно. Мы с вами говорили, что жизненный цикл одного волоса от 2 до 7 лет. Ну и посчитайте, соответственно, 2 года умножить на 30 циклов. У нас получается минимум 60 лет жизни, правильно? Ну а при хорошем раскладе, если жизненный цикл будет длиться 7 лет каждого волоса и таких циклов будет 30, то 210. Представляете, насколько нас запланировали на какое время жизни? Даже не 120, как говорят генетики, посчитав скорость эрозии, то есть скорость укорочения теломер. Вот такая интересная математика пришла мне в голову, когда я готовила для вас эту презентацию. Но, как мы уже сказали, в некоторых случаях жизненный цикл роста волоса может меняться, прерываться. Ну и прежде всего, конечно, мы обвиняем воздействие внешних факторов, то есть экологии плохой и там излишнего пересушивания волос, тугих причесок и так далее. Но на самом деле, что касается, например, мужчин, то первым виновником раннего облысения, по-медицински это называется аллопеция, является наследственность. Поэтому, если у вашего папы, дедушки и так далее волосы начинали выпадать рано, ну не стоит на это смотреть сквозь пальцы, надо заниматься своим здоровьем все-таки в более ранний период. Возраст, конечно, на втором месте по, скажем, частоте факторов причинных. Чем старше человек становится, тем больше шансов потерять свои волосы. Опять-таки, мы уже с вами хорошо знаем, что такое технологии замедления старения, знаем, как с этим бороться. Неправильные способы укладки, да, вот они внешние факторы. То есть, мытье горячей водой повреждает волосяные луковицы, волосяные фолликулы. Сушка частая волос горячим воздухом тоже повреждает волосяные фолликулы, где зарождаются новые волосы. Другое воздействие внешних факторов, то есть красители, неблагоприятная экологическая обстановка, также не способствуют здоровью волос. Гормональные нарушения совершенно различные у мужчин и у женщин способствуют облысению. Стрессы, неправильное питание, неравновешенное питание по содержанию витаминов и микроэлементов. Железодефицитная анемия, это способствует росту, ой, росту, как раз выпадению волос. Так что, по большому счету, как врач, вам скажу, если ко мне приходит пациент и говорит, что у него начали выпадать волосы, а такого раньше никогда не было, конечно, кроме общего обследования с выявлением факторов риска и других проблем, вдобавок к анализу крови, который покажет, что там с гемоглобином, мы назначаем, например, еще и анализ на поиск нарушений со стороны щитовидной железы, потому что это тоже влияет. То есть заболевания, они способствуют потере волос. Поэтому, если с вами случилось так, что было все в порядке, а тут волосы начали сыпаться, как говорят в народе, не забудьте все-таки проконсультироваться с врачом и пройти общее обследование организма. Ну и, к сожалению, вы хорошо знаете, что некоторые виды лечения, особенно лечения онкологических заболеваний, оно сопровождается потерей волос, но это временная потеря. Кстати, после химиотерапии, после восстановления волосы растут гуще прежнего, часто вьются. Это связано с тем, что у волосяных луковиц был период такой покоя, и после этого они, скажем так, все разом не по очереди постепенно, а все разом начинают выпускать новые волосы. Что делают люди для того, чтобы волосы выглядели лучше? Честно говоря, мы приходим к совершенно различным ухищрениям. Мы закрашиваем седину. Многие красятся в более светлый оттенок волос, чтобы волосы выглядели более пышными. Вы знаете, что темные волосы, когда они редкие, это хорошо видно, то есть люди красятся посветлее. Используют народные средства. Я рассказывала на конференции, для тех, кто не был на ней, я повторю свою личную историю. Я, знаете, уже привыкла к тому, что мы делимся друг с другом историями из жизни, так что я, соответственно, не буду исключением, я уже тоже этим заразилась. У нас была в семье личная история. Мой отец рано начал терять волосы, ему было 35 лет. И я хорошо помню совместные усилия с мамой. Они использовали народные средства. Другого тогда ничего не было. Джанесса еще не зародилась. В общем, маска с луком и майонезом, дорогие друзья, произвела на меня, тогда еще я была ребенком, несглазимое впечатление в плане ароматов, вот это сочетание папа в маске, и вот почему-то от него пахнет майонезом и луком, то есть как будто это какие-то продукты. Меня это очень удивляло, то есть я понимала, зачем это делается, но мне как ребенку было непонятно, где в этом есть логика, и почему волосы от этого должны будут расти. Ну и, честно сказать, ничего не получилось. Так что я не нашла сведений достоверных о том, что вот народные средства в таких рецептах, как их и пользуются у нас сейчас, что они реально чему-то помогают. Ну а если вы слышали такие положительные отзывы, у меня всегда возникает вопрос, не ситуация ли это похожа на историю с дельфинами? Знаете, ну кто со мной разговаривал, лично знает, почему считается, что дельфины помогают людям спастись, когда люди тонут. Дело в том, что те, кого дельфины толкали к берегу, они могут об этом рассказать. А вот дельфины толкали от берега, они уже не расскажут о неудаче. Вот так же и здесь. Возможно, что определенный какой-то временный эффект этих средств связан с тем, что о них рассказывают только те, кому повезло, и вот кто восторгается и делится результатами, которые задокументировать никто не взялся. Ноги пользуются очень дорогими шампунями, которые могут стоить и 300 долларов, но, опять-таки, в них не заявлено, что они будут прям стимулировать рост волос. Часто люди прибегают к особым укладкам, фенам для того, чтобы волосы выглядели более пышными. Опять-таки, многие вспоминают мужчин, я вот несколько раз видела за последнее время на остановке осенью мужчин, которые зачесывали волосы через лысину, и тут поднимался ветер, в общем, волосы вот эти зачёсанные поднимались. Ну, безусловно, понимаешь, что такой метод, он тоже неэффективен. И мне очень понравилась как раз вот эта информация от менеджера по маркетингу Марка Паттерсона, который в Риме показывал этот слайд. Посмотрите, татуировка, которая обошлась молодому человеку в 5000 долларов. Но поразительный эффект. На самом деле, отсутствие волос, оно кардинальным образом сказывается на нашем впечатлении о человеке. Посмотрите на вот эту картинку справа. Этот, он, молодой человек, стал выглядеть моложе. Это же всего лишь какая-то татуировка. И я тоже делилась этой информацией, я прочитала её в одном из медицинских журналов. Наши западные коллеги в США проводили исследование, которое касалось того, насколько часто работодатель берёт на работу человека, если у него облысение или если у него нормальная шевелюра. Уточню, что по квалификации, по возрасту и так далее сравнительные группы были схожи. И оказалось, что чаще принимают на работу людей с волосами, потому что подсознательный работодатель считает, ага, этот человек выглядит моложе, он здоровее, он дольше будет приносить пользу компании. И вот, пожалуйста, результат. Так что, когда, может быть, кто-то удивлялся выбору темы продления молодости волос, как видите, это актуально не только с косметической точки зрения. Итак, что для меня, как для врача, значит идеальный уход за волосами? Прежде всего, друзья, контроль состояния здоровья организма. Не надо ждать густой шевелюры от организма, в котором есть какое-то хроническое заболевание. Это надо понимать. Соответственно, наш с вами тренинг воскресный касательно ежегодного техосмотра остаётся в силе. Правильное питание и здоровый образ жизни – это обязательное условие здоровья вашей шевелюры. Ну а как обогащать питание, мы с вами хорошо знаем, это нутрицептика от GNS Global. Соблюдение температурного режима. Не надо мыть голову слишком горячей головой и уменьшайте, пожалуйста, температуру воздуха при высушивании волос феном. Лозунг «Свобода волосам» касается того, что прически лучше делать более свободными. Нехорошо для волос затягивать их в тугой узел, потому что этим вы повреждаете волосяные луковицы. Конечно же, надо использовать средства для волос высокого качества. И здесь у нас для вас есть хорошие новости, но я хочу, чтобы вы понимали, что ревил – это не просто средство для волос. Я хочу, чтобы вы понимали, что это ещё и средство ухода за кожей головы, потому что именно там находятся те самые волосяные фолликулы, где зарождается жизнь новых волос. Поэтому уход за волосами равен уходу за кожей головы. В медицине это называется скальп, и я прошу вас теперь скальп связывать не с американскими индейцами, которые снимали скальп своим недругом, но с системой ревил, с тем, что уход за скальпом продлит жизнь и здоровье ваших волос. Итак, вы уже хорошо знаете этого человека. Это большой друг наш, потому что, собственно говоря, его идеи омоложения кожи бегли в основу системы «Люминез» по уходу за кожей. С него, по большому счёту, началась идея Рэнди и Вэнди создать компанию «Дженес». Это доктор Натан Ньюман. Он дипломированный дерматолог, эпиластический хирург, и он разработал не только H5200, тот комплекс полипептидов, который есть в нашей линейке «Люминез», но и передовую систему ухода за волосами «Ревил» и её ингредиент HPT6. Вам придётся выучить новый термин. 6 – это значит 6 компонентов, и эти компоненты эксклюзивны для «Дженес». И они как раз служат для того, чтобы поддерживать здоровье и рост волос. Вот как выглядит вся система и что она представляет собой. Это сочетание растительных компонентов. Вы знаете, «Дженес» всегда стоит на том, чтобы выбирать органическое сырьё, максимально натуральное, приближенное к природе, и эксклюзивного ингредиента HPT6. А ещё это великолепный аромат, бодрящий и нежный. Что это за аромат? Он состоит, скажем так, из нескольких ноток. Использовались эфирные масла для его создания, включая масло сицилийского лимона, индийского сандалового дерева, эвкалипта и двоякого дерева. Уже, честно говоря, бодрость ощущаешь только от перечисления этих эфирных масел. Ну а какие преимущества вы получаете, когда вы используете «Ревилл»? Во-первых, эксклюзивность. Это очень приятно, когда твой продукт является чем-то уникальным, соответственно, он конкурентоспособен. Он подходит для окрашенных волос. Это очень важный момент, потому что обычно женщины, которые использовали краску для волос, знают, приходится долго мучиться, подбирая себе средства, которые будут восстанавливать структуру волоса, потому что обычно окрашивание волос сделает их пористыми, повреждает их. После этого подобрать средства для волос не так легко. Волосы после использования «Ревилл» выглядят более пышными, более крепкими. Некоторые, правда, в кулуарах, кто уже успел попробовать, говорят, что раньше проблем с укладкой не было, а теперь надо эту пышность как-то брать под контроль. Но это примерно, как я жаловалась, на побочный эффект от наары. Ресницы стали длиннее, надо заново учиться краситься. Стойкий эффект шелковистости. Волосы действительно выглядят по-другому, выглядят нежными, шелковистыми, ухоженными. Недаром я здесь поместила этот слайд. Мужчины, чтобы вы не думали, что я сейчас все это рассказываю для женщин, может быть, наоборот, скорее, в первую очередь для мужчин. Состав не утяжеляет волосы, быстро впитываются, волосы не засаливаются. Они укрепляются изнутри, выглядят увлажненными, и подходит «Ревилл» для всех типов волос. То есть, фактически, опять наши разработчики подумали обо всем. Вам не надо думать. Вам надо просто рассказывать о продукте, и люди в него будут сами влюбляться. Ну, а, боюсь, мы уже влюбились в первую очередь. Чего не содержит «Ревилл»? Как всегда, не содержит компонентов, которые могут нанести вред. То есть, в нем нет ни парабенов, ни сульфатов, ни силиконов, ни красителей. Это отрадно. А что содержит «Ревилл»? Растительные компоненты. Вы видите, здесь целая россыпь. Это масло черного тмина, льняное масло, индийский крыжовник, листья карри, мыльные бобы, пажетник, масло жожоба, гибискус и базилик священный. Честно говоря, я бы не считала их просто растительными компонентами. Специалисты по фитотерапии, врачи знают, что это все, скажем, представители лекарственных растений. Ну и плюс к этому, конечно же в «Ревилл» есть HPT-6, тот самый эксклюзивный компонент. А что же это такое HPT-6? Это комплекс полипептидов. Часто мы с вами говорим о том, что за полипептидами, во многом будущее нашего здоровья, эти полипептиды объединяют аминокислоты и кликопротеины, которые придают блеск, гибкость волосам, поддерживают их здоровье и рост. Источниками полипептида стали растительные компоненты. Вы видите их перед собой. То есть из них были выделены эти полипептиды, на них проводились, соответственно, исследования. И поэтому мне хотелось бы конкретно с этими растениями вас вкратце ознакомить. Так что вот источники HPT-6, чтобы вы знали, это аминокислоты, полипептиды, но они растительного происхождения. Итак, черный тмин. У него есть несколько синонимов. Вы можете потом почитать еще дополнительно. В их семенах содержится жирное масло, которое является полувыздыхающим, то есть оно такое достаточно летучее. Еще ряд гликозидов, эфирные масла, которые придают ему приятный аромат. Между прочим, масло черного тмина всегда оценилось, и оно было обнаружено в числе прочих сокровищ гробницей Тутанхамона. И используется в медицине оно уже более 2000 лет. При различном виду заболеваниях, то есть и даже входит состав комбинированных лекарственных препаратов против простуды, различных там препаратов, которые изготавливаются по приготовлению в аптеках, хотя таких осталось мало аптек. Что есть полезного в этом масле? Антиоксиданты много, достаточно. Соответственно, это обуславливает не только защиту клеток от старения, но и противовоспалительные свойства. Плюс у масла тмина есть регенерирующий эффект, то есть заживляющие повреждения. Свойство увлажнять волосы и кожу. И он также, содержащиеся в нем компоненты, способствуют укреплению и росту волос. Вот так выглядят мыльные бобы. Их еще называют мыльным орехом, но дело в том, что мыльный орех, вот есть еще другое растение, два вида. Так что здесь конкретно, вот я подчеркнула, что это из семейства акациевых растений. Еще оно называется шикакай, такое вот интересное название. Традиционно оно используется в Индии для ухода за волосами с давних времен. И оно действительно часто называется растительным кондиционером, потому что у него низкий уровень ПАЖ, то есть он не обезжиривает волосы, не делает их сухими, не убирает защитную вот эту структуру волоса. Соответственно, волосы не путаются, не электризуются. Кроме этого, у мыльных бобов есть и противовоспалительные, антисептические, противогрибковые свойства, поэтому их используют в народных средствах для того, чтобы бороться с перхотью. Ну и также содержащиеся в них вещества способствуют тоже густоте, здоровью волос. Вот такое замечательное растение. То есть понятно, почему Натан выбрал эти растения, для того, чтобы выделять из них активные компоненты для здоровья наших с вами волос. Индийский крыжовник, у него есть тоже синонимы. Опять-таки, это такой старый, знакомый из аюрведической медицины. Кроме того, это очень ценный природный источник антиоксидантов. Кто, кстати, живет в Индии, вот имеет возможность потреблять этот продукт в свежем виде для здоровья внутреннего своего, и делает правильно, потому что это еще источник и витаминов, и ценных аминокислот, и минералов. И в медицине аюрведической, да, и в принципе, и в фитотерапии это растение используется в комплексном лечении людей с сахарным диабетом, с повышенным уровнем холестерина. У этого растения есть и антиоксидантные свойства, и антибактериальные, и множество еще положительных эффектов. А его масло используется для укрепления волос, для поддержания их роста и пигментации, то есть замедляет развитие седины. Листья карри, не путать, пожалуйста, с приправой карри, потому что основной компонент приправы – это куркума, а листья карри – это такое растение, которое называется официально мурая кёнига, это такой ботаник был кёник, тоже компонент известный препаратов из аюрведической медицины, богат эфирными маслами, антиоксидантами, витаминами и минералами, проявляет противовоспалительные свойства, также оказывает благоприятное воздействие на обмен веществ, усиливает регенерацию, у него есть даже обезболивающий эффект. А для волос он действительно очень благотворен, потому что способствует их росту, уменьшает их выпадение и ломкость, увлажняет и питает волосы. Еще одно замечательное растение, которое вам хорошо известно, побьюсь оба заклад, дорогие друзья, дело в том, что гибискус, еще по-другому, который называется розелла или суданская роза, мы с вами наверняка частенько использовали внутрь, потому что из него делают напиток долголетия, или как арабы говорят, эликсир долголетия, и вы его наверняка тоже пробовали, называется каркаде, напиток фараонов еще. Дело в том, что гибискус богат антоцианами, которые мы хорошо знаем с вами по резерву, и антиоксидантами, и флавоноидами, в том числе и кеврицетином, который мы тоже знаем по нашим продуктам, и витаминами, и органическими кислотами, минералами. У него есть свои благотворные эффекты внутренние, противовоспалительные, спазмолитические и так далее. Ну а для волос он также очень полезен, потому что способствует их укреплению, придет им блеск и гладкость, но при этом не высушивает их. Вы наверняка, друзья, часто слышали, а может быть и пользуетесь рецептами для блеска волос, основанными на использовании ополаскивания с лимоном или с яблочным уксусом. Но так вот дело в том, что кислоты, содержащиеся там, они все-таки уменьшают количество этой защитной липидной составляющей на волосе. А каркаде как раз, ну то есть, конкретно гибискус, этого не делает, то есть он не высушивает волосы. Базилик священный, еще в Индии называется туасси или туасси, и опять-таки это чувствуется, откуда Натан Ньюман черпал свое вдохновение. Называется, кстати, в индийской медицине жидкая йога, потому что это одно из основных лечебных растений. Оно богато тоже антиоксидантами, каротинами, то есть провитамином А и минералами. Способно защищать клетки от воздействия и химических, и физических загрязнителей, метаболического стресса. Кроме того, есть антимикробная составляющая там. Поэтому это своего рода и детокс для кожи головы, и плюс поддерживает рост волос, способствует оздоровлению кожи скальпа. Вот такое замечательное содружество из шести растений стало источником HPT6, то есть оттуда выделили полицептиды, которые являются сигнальными молекулами и помогают нашим волосам оставаться молодыми и здоровыми. Итак, давайте быстренько пройдемся по основным компонентам системы по уходу за волосами. Итак, Ревил ультраочищающий шампунь делает ваши волосы более мягкими и гладкими. К тому же у него есть эффект антистатика, то есть волосы после мытья не электризуются, они, соответственно, меньше спутываются, не взбиваются в какие-то колтуны. Также у шампуня есть увлажняющее действие, он придает волосам более здоровый вид, объем без утяжеления и подходит для ежедневного использования. Для меня, например, это очень важно. Я не проснулась, пока я не помыла голову. Не знаю, как вы, дорогие друзья. Как применяется шампунь? Да, очень просто, как обычно. На влажные волосы нанесли порцию шампуня, помассировали, промыли. И, пожалуйста, можете использовать после этого или сыворотку для кожи головы, или без сыворотки сразу кондиционер, или идти так, как вам будет удобно. Сыворотка для кожи головы – это совершенно потрясающий продукт. Перенесите вашу любовь к сыворотке «Люминез», скажем так, на сыворотку для кожи головы «Ревилы», вы будете правы, потому что здесь содержится как раз вот этот эксклюзивный компонент H5-6 в большом количестве, и эта сыворотка была создана для того, чтобы поддерживать рост здоровых волос. Соответственно, вы, когда используете ее, тоже способствуют и увлажнению, и блеску. И для того, чтобы использовать, вам нужно, скажем так, познакомиться поближе. Видите, выпускается сыворотка в виде такого шприц-тюбика. Вы прокручиваете против часовой стрелки поршень до упора, колпачок надо защитный снять и крышку, и наносите на очищенную кожу головы сыворотку на интересующие вас области, втираете до полного впитывания, потом надели защитный колпачок на место и оставляете до следующего использования. Есть еще запасные контейнеры, то есть после того, как закончилась сыворотка в одном из них, вы можете вставить второй, затем третий. Так что, как вы видите, тут, в принципе, месячный курс, насколько я понимаю, вот по использованию, по логике и количеству, он идет в упаковке. Несмываемый кондиционер – это то, что поможет тем, кто все-таки нуждается в укладке волос, потому что, повторюсь, укладка волос феном повредает волосы, здесь у вас есть хорошая возможность защитить их, во-первых, а во-вторых, опять-таки, эффект антистатика, потому что, когда вы сушите волосы феном, они после этого очень электризуются. Мало того, у нас позади практически зима, и все побочные эффекты зимы. Если вы заметили, зимой волосы электризуются нещадно, выглядят ужасно, как ты не пользуешься шампунями и бальзамами. Так что Reveal – это такая новая жизнь для ваших волос после зимы. Ну, а сейчас, я думаю, что в следующую зиму мы даже не заметим всех побочных эффектов мороза, фена и так далее, которые нас сопровождали до этого. В этом компоненте Reveal тоже есть HPT6, может использоваться просто спрей отдельно, то есть вы можете, если вы не моете голову каждый день, использовать кондиционер, когда вам нужно, не использовав шампунь. Нанесли равномерно на влажные или сухие волосы, расчесали, распределили, уложились, если нужно, не нужно, не уложились, так, и волосы руками уложили и пошли. То есть кондиционер можно использовать по требованию самостоятельно. Мне очень нравится название. Английский Reveal – это «раскрой», «покажи», «открой». То есть вот фактически этот слайд нам говорит, что вы уже можете почувствовать красоту своих волос во всем ее многообразии, несмотря на возраст, расу, пол. Reveal подходит для всех. Это очень важно. Поэтому после сегодняшнего нашего вебинара, я думаю, вы запомните, что Reveal – это передовая система ухода за волосами. Она является системой класса люкс, то есть это не рядовое совершенно шампунь, но у нас, честно говоря, в GNS рядового ничего нет. Она сочетает в себе лучшее от науки и природы, в виде лентуральных ингредиентов, но при этом с серьезной научной подоплекой и исследованиями, и современными технологиями. Она проста в использовании. Вы можете пользоваться ее дома, можете в изысканных салонах, и она будет работать и там, и здесь. Формула эксклюзивна для GNS, HPT-6. Это действительно революционная технология. Там полипептидные молекулы выделены из растительных экстрактов. При этом очень приятный, бодрящий, нежный аромат. И универсальность, что тоже очень важно, потому что Reveal подходит для всех типов волос. Так что встречайте в нашей семье продуктов GNS, нового члена семьи, который, я думаю, займет очень важное место в вашей жизни, будь вы мужчина или женщина, вне зависимости от возраста и страны проживания.